На хорде окружности берем произвольную точку М. Через точки А, М и центр окружности проводим окружность. Она пересечет в какой-то там еще точке С. Докажите, что точка М расположена на одинаковых расстояниях от В и Ц. Далее. Взяли окружность, провели произвольную хорду, взяли произвольную точку. Через А, М, О провели окружность, которая пересекла где-то там. Докажите, что МВ равняется МЦ. В произвольной окружности провели хорду АВ, на ней, кстати, можно ли на ее продолжение, взяли точку М. После этого через А, М и центр окружности О провели окружность, которая пересекла еще в одной точке исходную окружность, точке С. Докажите равенство МВ равняется МЦ. Отразим, если напрямую ОМ. ОМ, да. Хорду АВ. Отразили. Докажим, что вот эта точка В'ОМА лежит на одной окружности. В'ОМА. Почему? Почему это так? Угол ОАМ по величине равен углу ОБМ, потому что прямноведренный треугольник. Да. Вот этот угол равен этой виду, потому что было отражение. Да. Значит, эти баллы равны, значит, они улежат на одной окружности. Да. И значит, это и есть та самая точка С. Сделаем так. Можно ли было то же самое решение рассказать без использования симметрии? На самом деле можно поставить центр, да, хорду, да, точку М, да. И только очень аккуратно постарайтесь окружность. Окружность так не ходит. Она не может резко менять свою привязну. Ну, примерно так, да. Ну, да, примерно так. Итак, точку М поставили. Да, точку С. Ребят, на самом деле это всего лишь упражнение на теорему описанному углу. Ну, провести отрезок СМ, конечно, нужно, да, потому что задача про это разговор, да. Ну, наверняка нужен отрезок ОС и ОБ, потому что это радиус, и они равны, да. Вот, если мы докажем равенство углов ОСМ и ОБМ, то все будет сделано. Что такое угол ОСМ? Это угол ОМ. Конечно. Ну, вот и все. Все поняли? Это просто теорема описанного угла. Спасибо. Спасибо.